Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как жители Светлогорска относятся к введению новой школьной формы и какая форма была принята в школах, куда ходят их дети. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к введению новой школьной формы? Ну, в принципе, положительно. Это удобно. Не надо думать, что одеть. У нас форма – это брюки, рубашка и жилетка. А цвета никакого определенного? Жилетку только требует серого цвета, а остальное по своему желанию. Ну, может, родителям не придется заморачиваться, как бы, что надо искать. Так уже будет конкретно, понятно, что нужно. Ну, в целом, наверное, так. А какая форма была принята в школу, куда ходят ваши дети? Никакой. Обязательно у нас только галстук. Только галстук. Да. А так, как бы, не цвет, просто деловой стиль. Как вы относитесь к введению новой школьной формы? Очень даже положительно. А почему положительно? Потому что как-то дети будут более дисциплинированные, более как-то нарядные. Все-таки. А никто в чем? Было бы очень хорошо. У нас раньше была школьная форма, и было очень при… это самое… очень хорошо было. И теперь вспоминаем те времена. В девятую школу ходят, но еще в том году их так… ну, такая была. И эмблема, наверное, да? А в этом году еще не знаю. Еще пока не знаю. Ну, наверное, то же самое останется, а уже будут решать, может, к следующему. Даже не знаю, если честно, смотря, что будут предлагать, как бы, для… какой комплект, из чего она будет состоять, вот вопрос, да? Потому что у каждого ребенка привык определенную вещь, да, носить. У меня, например, ребенок любит ходить в джемпере и в брюках. Ему удобно. Пиджаке он, ну, на линейку можно, а вот так на повседневное, как бы, ношение. Ну, не особо… неудобно ребенку, да, и переодеться. Поэтому из чего она будет состоять – вопрос. У нас есть значок, наш, школа, эмблема. Мы ее носим с первого класса, у нас есть элемент отдельный, школьный, есть он. Ну, как бы, пока так. Как вы относитесь к введению новой школьной формы? Ну, в принципе, положительно. Как бы, это немножко уравнивает социальные эти слои общества, да. Ну, чтобы она была, как бы, и доступна другой, ну, всем. Потому что, как бы, где-то дороже, где-то дешевле. Ну, надо, чтобы все было как-то… ну, уравнять все. И цена, и качество, и доступность какую-то. Пойдет в первый класс одна девочка у нас. Пока еще даже не знаю, что у них там принято. Вроде как пиджак, может быть, какой-то. Даже не знаю, в 11-й школе, что там приняли. Как бы, пока не знаю. Конечно, я отношусь положительно. Ну, только вот введение вот этих пиджаков девочкам особенно, я считаю, что это лишнее. Во-первых, жарко. Во-вторых, неудобно. Сарафанчики, юпочка, белый верх, черный низ. Я все это понимаю. Но пиджаки и я, и невестка все против. А скажите, а в какую школу ходят? В 11-й. А есть там определенный цвет, формы? Черный, сказали. Белый верх, черный низ. Ну, я считаю, в принципе, это нужно, потому что дети ходят. Каждый, кто в чем ходит, хочет, а так хоть порядок будет. И красиво, и аккуратно. Скажите, а ваш ребенок ходит в какую школу? В третью. А какая форма была принята в третьей школе? У нас ввели обязательные жилетки. У мальчиков будут синие, а у девочек бордовые. Ну, и так деловой строгий стиль темных оттенков. Я вообще за то, чтобы, конечно, была форма практически одинаковая у всех детей, но чтобы она была удобная. Не то, что как в советское время там все в синем были, просто можно же сделать ее красивой. А так я просто, зная у своих знакомых дети, и когда дети приходят в школу в разном, у них начинается немножко дискриминация. Кто-то в лучшем, а кто-то в худшем одет. И начиная с этого, они просто... Дети, которые родители не могут себе позволить более лучшую одежду, они дети, я так думаю, что немножко чувствуют себя некомфортно. Конечно. Вот, так что если будет форма красивая... Ну, красиво это понятно, когда красиво. У людей некрасиво и красиво понятное понятие. То есть, если она красивая будет, я думаю, что и родителям удобнее ходить, отправлять детей в школу в фирменной форме, а не думать ломать голову, что там ему купить, как что одеть. За школьную форму. Почему? А потому что сейчас школьницы такие, что учителя могут даже и рядом не стоять с ними. А так все в одинаковой форме. Красота. А у вас есть дети, которые учатся в школе? У меня внук идет в этом году в первый класс. В какую школу? Пятую. А какая форма была принята в пятой школе? Я даже еще пока не знаю. Положительно отношусь. Положительно. Будут дети аккуратно одеты, будет прививаться стиль. В будущем им пригодится это умение на работе, поддерживать зловой стиль. Я, в принципе, положительная. А в какую школу ходят ваши дети и какая форма была принята там? Значит, у меня детки, трое деток и двое уже школьники. Старший ребенок и средний они ходят в четвертую школу. Довольно такой, скажем так, не один цвет, а диапазон от черного, серый, синий там принят. Ну, обязательно жилеточка, чтобы была. Жилеточку, конечно, мы найдем, чтобы вот этот единый школьный стиль поддерживать. Ну, и отличительный знак школы, эмблема. Ну, в принципе, нас это устроило.